Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, это продолжение карьеры за канал. Сегодня у нас мартовский выпуск третьего сезона, и я на самом деле действительно планирую закончить за, получается, ну три выпуска. Сейчас у нас мартовский, следующий апрельский, потом майский, и в майском мы все и завершим. И подведение небольших итогов, вот так примерно. Сегодня у нас будет на данный момент пока что пять матчей, но скорее всего будет еще и четвертьфинала Кубка Англии. Вот, но тоже интересно, будем играть вторым составом против Кристал Пелоса, первым сыграем против Ливерпуля, и постараемся, ну здесь больше недели нам отдыхать, должны успеть отдохнуть. Тоже сыграем первым составом против Монако, вторым выйдем против Арсенала, и первым против Манчестера Юнатида, потому что там дальше у нас вот против Эстхема можно и вторым сыграть. Вот такие, в общем, дела. Берем наш второй состав, у нас Добни на воротах в обоих составах, насчет рейтинга тоже мы глянем. Я сравнился с ДЛФ, Матвей с Саром, Буренков здесь выше, но тоже так немножко поглядываем. Но пока что во втором составе нету защитников, 81+, поэтому 81 хотя бы был, тогда бы я поставил. Также и полузащитники все по 83, а самые низкорейтинговые у нас это Миранчук 83 в первом составе, поэтому мы играем. Сегодня вторым составом против Кристал Паласа в 1-8 Кубке Англии. На выезде у нас первая игра. Вот она наша расстановка, облачь на стадионе, поехали. Итак, выездной матч, мы играем против Кристал Паласа, это серьезный соперник. Вроде они даже сейчас шли на дне турнирной таблицы, в этом сезоне, если я ничего не путаю. Но они очень хорошо навязывали борьбу и нам, и Манчестер Сити, я помню. Мы 1-0 обыграли, Сити 2-1, то есть минимальные все победы над ними происходят именно из топов английской премьер-лиги. Поэтому посмотрим, как сегодня отыграем, все-таки это Кубок Англии. Два сезона подряд мы выигрываем его, посмотрим, как будет в этом. Ой, какая передача нам Мельникова, Мельникова на Вяткина. И Вяткин в ближний, отлично, 1-0, а все началось с чего? Мой предголевой пас, очень классный он получился. И все, мы выходим вперед в 1-8 Кубке Англии. На выезде забить это намного приятней. Вот, но давайте посмотрим все-таки, как развивалась эта атака. Я очень хороший пас, левой ногой, причем не рабочий, я дал на Максима. И тут еще и Ярослав, ну, практически в ближний угол забивает свой первый угол в Кубке Англии. Ну, здесь тоже неплохо, подбор еще и за нами, это вообще супер. И Айвазян еще в ближний угол, забивает 31-я минута, 2-0. Очень хорошо сейчас отыграли наши полузащитники в нападении. Ой-ой-ой-ой, как сейчас Ярослав-то упустил Илью Муси и Довня. Ну, не суть так сильно важна, но еще раз напоминаю, нам лишь бы победа. А вот пропущенные мячи меня не так сильно волнуют, если, конечно... Ну, вот почему я здесь Довня вот не вышел прям? Странно было. Но чисто для Довни в его статистику не зайдет, это просто победа в сухую. И Скворцов, отлично, я думал, вообще не придет эта передача, аж 62-я минута. Скворцов забивает, делает счет 3-1, то есть все замечательно. Теперь уже никакая не минимальная будет у нас победа над Кристалл Пелосом. А, пока что уверенная. Здесь, конечно, не пропустим еще парочку. Отлично здесь все получилось пройти. Ну, также практичный гол с подзащитника забил он, как и Эль Юнуси. И это третий гол уже Роману в Кубке Англии. И Айвазян еще забивает, делает счет 4-1. Дубль его в сегодняшнем матче, 68-я минута. Ну, и на данный момент мы громим Кристалл Пелос на выезде причем. Потащил. Ну, а Матвей забивает, делает счет 5-1. Очень хорошо, прям левой ногой он сейчас забивает. И все, 93-я там вроде была минута. 5-1 мы выигрываем Кристалл Пелос в 1-8 Кубка Англии. Причем вторым составом. Здесь практически как у Максима был удар, но по центру он прям полетел. Ну, а здесь Матвей просто осталось уже добить в пустые ворота. И он забивает второй гол в Кубке Англии. И все, финальный состок, наша победа. Кристалл Пелос на выезде в 1-8 Кубке Англии 5-1. Проходим мы в четверть финал. Ну, и интересно, конечно, с кем у нас получится встретиться. Ну, а и возьмем лучший игрок. 9-6 у него оценка. Челси и Тоттенхэн дополнительное время там остановило. Ньюкасл, Либерпуль, Квинспарк, Рейнджерс проиграл Эвертону. Сити дальше вот проходят. Так, Челси, вот Тоттенхэн победил по пенальти. Вот. И также Лидс прошел Арсенал по пенальти. Ну, было бы интересно, конечно, Лидс. Встретиться с ними, потому что неохота еще с серьезными соперниками в Кубке Англии встречаться. Лучше там вот полфинал. И финал, вот. А в четверти финал еще охота слабенькую команду. Вот, как, например, сейчас в 1-8 нам Криспетал Палас попался. Так, кроки молодцы, будем говорить. Выдающийся футбол показывают многие. Ну, и действительно для них несправедливый результат. Мы 1-0 вроде их в лиге обыграли. Здесь 5 мячей целых накидали. Изменим в расписании. Так, 416 тысяч фунтов нам добавили. Ну, и твоя игра вдохновляет. У нас в 3 очка, сейчас, я так понимаю, Сити потерял очки с кем-то, проиграли. Когда они успели. Я что-то недопонял. Ну, типа, вот, да, у нас была игра с ними. Сити 3-1. Да, Сити потерял очки, они с Тоттенхом в мячу сыграли, поэтому сейчас у нас будет отставание в 3 очка, если мы, конечно, сможем победить кого-то у нас. Ливерпуль. Ну, посмотрим, посмотрим. Итак, календарь. Да, нам еще и Сити попадается в четвертьфинале. Вот. То есть сейчас первым буду. Теперь все у нас полностью меняется. Первым против Ливерпуля, первым против Сити. Вторым против Монако. Ну, первым против Арсенала и первым против Манчестера я отыграю. Ну, потому что, надеюсь, у нас с Монако получится отыграть, потому что мы там 2-2 вроде с ними сыграли на их поле. Надеюсь, забить у нас получится. Ну, а сейчас у нас игра против Ливерпуля. Борьба сейчас идет за первую строчку уж точно. Нельзя нам ни в коем случае проигрывать. Обыграем Ливерпуль на выезде, получим 3 очка. И 3 очка у нас будет отставание до Манчестера Сити. Я надеюсь, что получится, конечно, Ливерпуль обыграть, потому что мы сыграли в первом круге в ничью 1-1. Ясно на стадионе Энфилд. Поехали. Итак, замечательный стадион Энфилд. Мы играем сейчас против Ливерпуля. Отставание у нас на данный момент от Сити в 6 очков, но у нас матч в запасе. Они сыграли в ничью с Тоттенхэмом, потеряли очки. Но теперь надо набирать, потому что мы в двух матчах в АПЛ обыграли Манчестер Сити. И мы обязаны становиться чемпионами Англии после такого. Но надо нам еще для этого приложить кучу усилий. И Миранчук забивает 1-0. 11-ая минута. И мы выходим вперед. Отлично. Сейчас запресендовали игроков Ливерпуля. Наказали их за их ошибку. За их неточные пассы возле своей, причем штрафной. И забивает у нас Антон Миранчук в ворота Ливерпуля. Здесь можно замечательно посмотреть. Головина дает голевую. И в самый последний момент между Нолкалисом мяч проталкивает Миранчук. Вот отсюда будет вообще хорошо видно. Раскрыл и все. Миранчук забивает свой третий гол в АПЛ. Но причем какой очень важный на выезде Ливерпулю. Тем более сейчас у нас прям разгорается борьба за первую строчку. Отставание будет в 3 очка. Головина дает на Козлова. Неплохо. Козлов с мячом. И это 2-0. Отличная голевая от Козлова Насара. 45-я минута. Я надеюсь, что мы сможем удержать этот результат. Очень хорошая прям сейчас наша игра. И 2-0. Обыграем мы сейчас Ливерпуль на выезде. Вообще замечательно. Хотя сыграли в ничью вроде 1-1 либо 0-0. У нас дома в начале 3-го сезона. Но здесь очень хорошо. В ближний угол Сар пробил. И четвертый гол забил. И все, друзья. Уверенная победа наша над Ливерпулем. На выезде 2-0. Очень хорошая игра сегодня. Миранчук и Сар забили по уголу в первом тайме. И все. Во втором. У нас была прям голевая засуха. Ну, для Довни это матча насухо. Отлично. Сколько мы не проиграем? 21-ю игру мы не проиграем. Отлично. Так. И в этот раз мы обыграли. Ну, клуб Ливерпуль не был готов к нам. Так. Матвей говорит, если я не буду чаще попадать. Пригодишься в нужный момент, мы скажем. Потому что тут действительно он не сможет сыграть против Сити. Так. Кого у нас здесь нет? Полузащитников получается. А почему у нас никто из полузащитников не тренируется? Давайте Меламеда будем качать, чтобы его хоть кто-то в аренду забрал. Сар должны в рейтинге прокачались. Отлично. Ну что же, первый состав у меня более-менее готов. Немножко, конечно, кто-то подустал прям. Но мы будем играть именно первым составом против Сити. Потом вторым будем играть против Монако, как я и говорил. Я надеюсь, что полуфинал нам сегодня не засунут. В нем полуфинал можно было бы сюда. Но и финал, естественно, в мае где-нибудь. Вот. Поэтому сегодня у нас, точнее, прямо сейчас у нас игра против Сити. И играем мы ее дома. Посмотрим. Отыграем, конечно. Пусть они будут в черной форме. Ливиль на стадионе. Поехали. Итак, мы на нашем домашнем стадионе, где два года назад мы со счетом 2-1 вынесли Манчези Сити из Кубка Англии. Тоже вроде в четвертьфинале. Забил тогда тут невероятный гол Масаковский. Сейчас он играет в аренде в Лейпциге. Вот. Но теперь у нас и команда лучше. Мы обыграли в двух матчах Манчестер Сити в чемпионате Англии. Сейчас у нас идет борьба с ними за первую строчку. Отставание в три очка пока что в АПЛ. Но у нас Кубок Англии и Четвертьфинал поехали. На Мирончика на Антона отдаем передачу, который забил, между прочим, ворота Ливерпуля. И Козлов. Вот это сейчас мы распихали ему. До верного прям довели. И 37-я минута. Козлов забивает гол в Кубке Англии в ворота Сити. Отлично. Действительно очень хорошо. На самом деле мы сейчас... Я не буду зарекаться, но просто скажу, хотя неохота заглазить все это. Мы можем выиграть все в Англии в этом сезоне. Но это правда. Сейчас мы идем на второй строчке в чемпионате. Три очка у нас до Сити. Идем неплохо так в Лиге Чемпионов. Правда сейчас у нас будет игра против Монако. Дальше мы будем отсюда смотреть. Кубок Арабао мы вроде уже выиграли. Но и остался Кубок Англии, которому и так уже два сезона выигрываем. Поэтому будем смотреть все. В чемпионате Англии, мне кажется, это самый трудный для нас будет трофей, нежели чем Лига Чемпионов. В Лиге Чемпионов там с каждым соперником это два матча. Отлично, на головина. Я вообще не понимаю, как это сейчас даже вот просто оборона провалилась у Сити. Это 2-0, 61-ая минута. Как хорошо я увидел Делла Фео сейчас забегающего на головина. Выдвинулись двое защитников. Но Делла Фео один оторвался от второго защитника. И отлично. Вот здесь вот не прикрыл. Хотя уже побежал, конечно, прикрывать. Но между ног пропускает. Прямо как Алисон от Миранчука. Ну отлично. Делла Фео забивает свой первый гол в Кубке Англии. Мы ведем со счетом 2-0. И скорее всего это точно выход в полуфинал Кубка Англии. Поздравляю всех с победой над Манчестер Сити заранее уже. Ну если пропустим. Надеюсь, нет. Здесь Козлов уже отрывается от Пике. Замечательно. Пике там вообще уже нулевой. И Головин делает еще 3-0. Громим. Все. 3-0. Престон на 89-й минуте забивает. Козлов отдает голевую нам Головина. А может быть действительно Козлов хочет стать еще и лучшим ассистентом. Потому что он очень много передач в последнее время отдает. Давайте трусечки на выпущу. Все равно оборона очень прям у нас набегалась сегодня. Ну и видно по счету на табло, что здесь и заслуга нападающих, и заслуга защиты. Что не пропустили сегодня. Для Довни это вообще замечательно. От Ливерпуля и от Сити в двух матчах подряд причем не пропустил. И все. Разгромная победа. Прессонант Сити. 3-0. И все. Мы в полуфинале Кубка Англии. Поздравляю вас с этим, друзья. Вот все. Вся статистика. Головин лучший игрок. 9-6. У него оценка Тоттенхэм проходит дальше. А Лидс с Нью-Каслом будут выяснять отношения в дополнительное время. Там либо сразу в серии пенальти. Вот. Решили все-таки Нью-Касл, значит, в дополнительное время забил. Ливерпуль и Эвертон. Будет вот это вот дерби. Интересно. Кого бы я хотел бы здесь видеть? Ну, естественно, у себя в соперниках Нью-Касл. Если выйдет Эвертон, дальше что? Эвертон. Вот. Тоттенхэм. Что насчет Тоттенхэма? Ну, серьезно, для нас это тоже соперник. Как и Ливерпуль попадется. Поэтому я надеюсь, что нам было бы неплохо именно с Нью-Каслом встретиться в полуфинале. Нежели чем с Ливерпулем либо с Тоттенхэм. Потому что с ними мы в начале чемпионата теряли очки. Так, игроки молодцы. Для них это тоже несправедливый результат, как и для Ливерпуля. Когда мы их обыграли. Все. Вопросы подошли к концу. У нас Лига чемпионов. У тебя все получается, скажем, Вове, чтобы он успокоился. Горжусь с тобой головину, скажем. Ну и проведем тренировку теперь. Перед матчем. Ну, даже, наверное, после матча с Сити. Ну, неплохо. Потихонечку все качаются, конечно. Лучше бомбардировать у нас головины. Козлов по 8 мячей не забили. Вот. Так же, как и Эден Азар. Так, там, скорее всего, уже изменения в расписании. Да, призовый фонд нам дали за Кубок Англии. Она здесь не в сегодняшнем выпуске. Да, не в сегодняшнем, слава богу. И Ливерпуль. Нам попадается Ливерпуль. Значит, они прошли Эвертон. Значит, Тоттенхэм будет играть с Нью-Каслом. Скорее всего, мы можем против Тоттенхэма встретиться в финале Кубка Англии. Вот. Какие у нас дела сейчас. Посещаем, давайте, да-да-да, пресс-конференцию. Сейчас это матч у нас за выход в четверть финала Лиги Чемпионов. Так. Важно сохранить спокойствие, действительно. Есть вероятность, что Монако победит. А здесь вероятность, что мы победим. Отвлекаться тоже нельзя. Ни в коем случае. Ну что же, этим составом мы обыграли Кристал Пелос 5-1. Поэтому я надеюсь, что она сможет, эта команда, хоть что-то из себя показать. Мне лишь бы не пропустить час от Монако. Вот. Можно 0-0 даже сыграть. И мы будем в четверть финале. 2-2 мы сыграли на выезде. Расстановку вы видите. Поехали. Итак, наш домашний стадион, где мы здесь обыгрывали ПСЖ. Причем в последнем именно на шестом туре. Где мы здесь обыгрывали Боруссю Менхен-Гладбах. Вот. Недавно обыграли Сити. Сейчас 3-0 в Кубке Англии. Поэтому я надеюсь, что сейчас у нас получится обыграть Монако. Это наша первая игра в плей-офф лиге чемпионов у нас дома. Ничья 2-2 в первом матче. Надо играть хотя бы на ничью 0-0. На Мельникова хорошая сейчас прям передача зашла. И в ближний. Максим забивает это 1-0. Отлично. Все замечательно. Даже если мы сейчас пропустим, мы проходим все равно дальше. Так как Монако надо забивать сейчас 2 мяча нам на выезде. Вот. Но Мельников отлично забивает. С Кварцов. Неплохо. И С Кварцов делает счет 2-0. Все. Теперь мы точно уже в четверть финале. Поздравляю, друзья, вас. Вряд ли сейчас Монако сможет забить 2 мяча. Вот если они сейчас забьют 2 мяча нам, то все. Будет дополнительное время. Но время-то уже все. 7 минут осталось до конца основного времени. И мы поздравляем всех с этим проходом. Второй состав обыгрывает дома Монако. Причем уверенно 2-0. Все, друзья. Уверенная победа Прессона над Монако. Дома мы их обыграли. И проходим мы в четверть финал Лиги Чемпионов. С первой попытки дошли до четверть финала. Отлично. Сейчас узнаем еще нашего соперника. Будет вообще все замечательно. А дальше проходит Леон. Прямо что-то как-то они грубо обошлись с Интером. 6-0 их вынесли. Сити проходит дальше. 5-3 прошли Баварию. Это для нас, мне кажется, хорошо. Раз мы все-таки Сити можем победить. Барса проходит. Мы Барсу побеждали в Суперкубке. Реал проходит Барусию. И тот он проходит Байер. То есть, ну вот нам лишь бы английские проходили. Вот. Вот здесь бы Челси, бы еще сейчас бы Ювентус, бы прошли. Было бы замечательно. Ну и Атлетика против Пассаже. Я здесь поболею за Пассаже, потому что их мы тоже выносили. Поэтому будем ждать. А ждать, когда еще сыграют матчи. Вот Атлетика, Пассаже, Ювентус, Челси. Болеем за Челси и за Пассаже. Не хочу я новых себе соперников. Я лучше бы старых еще раз обыграл. Конкуренция это здорово, потому что ЛФ будет сейчас играть матч против Арсенала. Будем сражаться за победу в каждом матче. Нужно сосредоточиться на следующем матче. Все. Вроде по факту мы все сейчас сказали. Так, сообщение нам приходит. Игроки отправляются в сборную. Отлично. Головин, Хорев, Мельников, Мишин, Долгник, Козлов, Кривохарченко и Полина Сироткина отправляются в расположение сборной России. Ты пригодишься в нужный момент. Серега, он выходит же. Нормально все. Так, Сити выигрывает. Ну, видите, здесь у нас, как и у Ливерпуля, по 28 сыгранных матчей. Вот. Пока что отставание в 6 очков до Сити. Так, призовый фонд нам перечислили. Значит, нам уже известен наш соперник по четвертьфиналу Лиги Чемпионов. Получается. Сборная Швеции без Златана Брагимовича нам предлагается стать тренером. Ну, Швеция неплохая, на самом деле, европейская сборная. Можно было, можно было. Согласиться, но нет. Смотрим нашего возможного соперника Атлетико Мандрид, друзья. Атлетико Мандрид, они, значит, все-таки прошли Челси. Челси идут сейчас на третьей строчке. Вот. Посмотрим, конечно, разберем Атлетико Мандрид в следующем выпуске, когда будем играть. Вот. Ну, а сейчас у нас домашняя игра против Арсенала и домашняя игра против Манчестера Юнайтеда. Вот здесь, если наберем 6 очков, будет вообще все замечательно. Так. Ну, будем играть мы, естественно, в домашней форме. Давайте. Мне вот и желтая очень нравится. Пасмур на стадионе. Поехали. Итак, замечательный наш домашний стадион. Вот сейчас действительно очень много он нам приносит побед. На нем мы обыграли совсем недавно Сити 3-0, прошли Монако 2-0 и будем играть теперь на нем против Атлетико Мандрида, который вынесли Лондонское Челси. Но у нас игра против Арсенала. АПЛ. Поехали. Козлов. На Головина и Головин забивает 1-0. 13-я, ну, там 14-я минута. Отлично. Главное нам это забивать, выигрывать. Все. Дальше все сам сделает Манчестер Сити, проиграет. Будет все замечательно для нас, если так, конечно, будет. Сар с мячом. Подача. Козлов, что это вообще было у него? Какая пушка у него с левой ноги-то, а? Я просто даже не ожидал, думал, он выше отсюда пробьет, может, вообще даже не даст пробить ему защитник. Но Сар просто взял, навесил и в районе 11-метровой с левой ноги, что за пушка сейчас у Козлова. Восьмой его гол в премьер-лиге. Невероятная игра сейчас. Зобни на Козлова это 3-0. Отлично. 90-й минуте Козлов еще забивает 1 гол. Сегодня он оформляет дубль. 9-й, вроде, получается уже гол в английской премьер-лиге. Да, 9-й. На 90-й минуте 90-й номер забивает свой 9-й гол в премьер-лиге в этом сезоне. Ну, отлично. Так что в 3 очка пока что мы все так же отстаем до Сити. Но будем надеяться, что вот они проиграют наконец-то. Либо в нечувственного сыграют свою какую-нибудь одну игру. Все. Разгром Престона над Арсеналом. Замечательно мы отыграли. Лучшим игроком, естественно, сейчас будет Козлов. 10-0, кстати, у него оценка за дубль причем. За дубль. Сити не играет, естественно, на сегодня, потому что они там матчи прям вперед играют. Я что-то не видел. Они вообще участвовали в Лиге Чемпионов? Вроде да. Да. В 1-8 они точно участвовали. Козлов забил дубль. Демонстрирует выдающийся футбол, скажем. Престон не проигрывает. Мы непобедимы. 22 матча уже. И Арсенал. Но это заслуга игроков, действительно, будем так говорить. Пожалуйста. Игра сейчас у нас против Манчестера. Так. Обновленный ежемесячный отчет. Давайте глянем. Монаков не нужен. Головин не нужен. Горчаков не нужен. Евгений Константинов, 94. Поздравляем. Заходите к нам в молодежку. Так. Два сообщения. Я рад количеству времени. Горжусь тобой. Спасибо, что вернули меня в команду, говорит Максим. Но ты никуда и не уходил. Ну ладно. Так. Так, так, так. Ну да, все. У нас на 3 очка все так же отставание. Мы просто не можем сейчас догнать Сити из-за матча. Но вот если у нас будет 30 очков, 30 матчей и 79 очков, 3 очка. Мы также все отстаем до... Так, понял. Потом, значит, придется заново нам сейчас вставлять тренировки. Потому что сейчас у нас уехали игроки в сборные. Вот такие вот дела. Ну и прям последний матч. Я надеюсь... Нет, я не успел провести тренировку. Я не успел. Ну ладно. У нас зато отдохнули игроки. Мы готовы. Сити, что там? Но они так еще не играли. У нас 6 очков до отставания до них. Наш бомбардир Скворцов 16 забитых мячей. Вот такие вот пока что результаты. Ну поехали. Домашняя у нас игра против Юнайтеда. Не знаю, конечно, как мы сейчас против них отыграем. Пусть они в черный. Бензома, кстати, в составе Дождь на стадионе. Поехали. Итак, друзья, наш домашний стадион. Прям выдающиеся у нас сегодня матчи. Дома идут. Но на самом деле мы вообще не проиграли еще ни одной игры. Поэтому, надеюсь, против Манчестера мы тоже не проиграем. Играем мы сегодня первым составом. Против Манчестера, который даже нету в топ-6 сейчас на данный момент в АПЛ. Ну что же, поехали. Интересно тоже мне, как болельщику МЮ, посмотреть вообще, кто бегает сейчас за красных дьяволов. Бензому точно вот увидел Джеймса. Сар неплохо. Опа, ну это пенальти. Отлично. Сар зарабатывает. Магуайр получает желтую карточку за это нарушение. Ну и к отметке у нас будет подходить кто? Делефео. Делефео. Так, Майгнон на самом деле высокий. Поэтому давайте внизу пробьем. Не знаю, но будем надеяться, что получится. Отлично развел Делефео. Забивает гол с пенальти. Мы выходим вперед. Это 1-0. В дождливую прям погоду. 12-я минута. Престон забивает и выходит вперед. Отличная игра. Десятый гол Делефео за Престон в английской премьер-лиге. И пропускаем. Фред нам забивает. Давно мы, кстати, не пропускали, друзья. Очень обидно. А вроде мы матча с матча против Кристал Пелоса, с которым мы начали, мы так и не пропускали, если я ничего не ошибаюсь. Но там-то мы 5-1 победили. Посмотрим, как здесь мы сейчас играем. Увидел Сара, отдает на него. Сара увидел Миренчука. Но здесь надо бежать, только бежать. Антон. Неплохо. И забил Головин. Отлично. Это 2-1. Прямо перед самым перерывом уже минуту лишнюю переиграли. Но забили мы. Отлично. 48-я минута. Престон выходит вперед. 2-1. Отлично. И все. Минимальная победа Престона над Манчестером. 2-1. Мы выиграем сегодня все матчи-выпуски. 6 побед. Всего лишь 2 мяча вроде за 6 матчей мы пропустили. В первом и последнем. От Кристал Пелоса и от Манчестера. Ну и все. Очень неплохо мы сейчас отыграли. Получилось Головину, слава богу, забить. То прям очень хорошо прям Манчестер играет. Я не знаю, почему с такой игрой они даже не в топ-6 АПЛ. Так, 23. 23 матча мы не проигрываем. Средоточимся на следующем матче. Снова заслуга игроков. Все. Проведем сейчас, естественно, тренировку. Мне надо выставить им заново. Потому что сейчас у нас уже скоро игра против Вестхэма. Так, что у нас по нападающим? По нападающим. Ну, Скорцова будем, естественно, качать. У него самый низкий рейтинг. Хотя он у нас лучший бомбардир в АПЛ в этом году. Сара также будем качать. У него уже скорость рывков там, да, или что? Да, скорость рывков 99 уже не качается. Здесь мы Меламеда возьмем, чтобы его можно было, если что, в аренду отдать. Здесь 80-й рейтинг. Здесь давайте Петракова. Потому что он часто выходит на замены. Вот. Ну, а здесь долг, естественно, потому что Ивахарченко и так уходит. Все, прокачали. Дриблинг 84-й у Миши Меламеда теперь. Вот. Ну, и у нас на три очка отставания до Манчестера-Сити. Ежемесячный отчет. Давайте глянем. Так, 99-94. Ну, вот 57 Константинов, если бы до 60-го выбор качался. Шмельков, я подумаю насчет твоей игры дальше. Ну, что, давайте подводим итоги сегодняшнего выпуска. Ну, все так же на второй строчке. Правда, теперь у нас отставание всего лишь в одно, в одну победу, в три очка до Сити. Суперкубок Англии мы выиграли. Кубок Англии мы играем против Ливерпуля. Полуфинал. Кубок Арбамы выиграли. Ливерпуль 3-1. Претензионный турнир мы выиграли 2-0. Суперкубок Уифа мы тоже выиграли. Тоттенхем Леон, Челси Сити, Атлетика Пресна, Реал Барселона. Ух ты, как интересно. Это сразу Эль Классика еще нам здесь дают. Давно не видел, кстати, Эль Классика в Лиге Чемпионов здесь именно. Ну, а здесь у нас в Бесе из Бенфика, Арсенал, Наполи, Лейпциг, Рома, Франкфурт, Милан. Ну, вот, кстати, Лейпциг пока что доходит. А там-то наш Масаковский играет. Вот такие пока что результаты. В следующем выпуске будут у нас вот матчи. Против Эстхема, против Атлетика, Астон Лилла, Атлетика, Тоттенхем, Эвертон, Ливерпуль и Челси. До самого конца. Ну, а в мае здесь немножко нам останется полуфиналы и финал, наверное, будет Лигой Чемпионов, если мы сможем выйти. Все, друзья, на этом. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас уходят по субботам. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok